Здравствуйте, уважаемые учителя! На сегодняшнем уроке мы ознакомимся с темой операций с объектами. В первую очередь, знакомим учеников с сюжетной линией сегодняшнего урока. Также доводим до их внимания предусмотренный план урока. Знакомим учеников с планом презентации. В качестве примера предоставлена программа одного из мероприятий. Обсуждая это с учениками, подготовьте вместе презентацию. Подготовьте презентацию, используя пройденные на прошлом уроке информационные модели – таблицу, список, блок-схему и текст. Следующие две программы ученики готовят самостоятельно. Затем заходят на платформу, в задании 3 записывают название слайда в предусмотренной части и нажимают на кнопку «Отправить ответ». Загрузка готовой презентации на склад обязательно. Во второй части урока знакомим учеников с предусмотренной для этой части планом урока. Для того, чтобы слайды были более визуальными и интересными, можно использовать изображение. Существует несколько способов добавления изображения в слайд. Первый способ – добавление в слайд какого-либо изображения с компьютера. Так, открываем в PowerPoint меню Insert, то есть вставка, нажимаем на Pictures, то есть рисунки. На экране появится такое окно. Выбираем любое изображение и нажимаем «Открыть». Одним из других способов добавления изображений является способ копирования и вставки изображений. Этим способом вы можете скопировать любое изображение из различных документов или других презентаций и вставить его в свою презентацию. Этим способом вы также можете скопировать и вставить в свою презентацию любое изображение из интернета. Еще одним третьим способом является команда Online Pictures в меню Insert, с помощью которой вы можете непосредственно войти в интернет и ввести название любого изображения. Выбрав изображение, вы можете добавить его в документ с помощью кнопки «Вставить». Над изображениями можно проводить различные операции. Давайте ознакомимся с несколькими из них. Мы можем повернуть в любом направлении добавленное в презентацию изображение, взять его и перетащить, а также увеличить либо уменьшить его, взявшись за точки по краям. При добавлении какого-либо изображения в презентацию, кликнув один раз на изображение, можно заметить, что наверху появляется меню «Формат». Здесь вы можете отфильтровать изображение, изменить цветовые оттенки. Для того, чтобы обрезать нежелательную часть изображения посредством указанного выше инструмента «Crop» или «Обрезать», вы можете вырезать и убрать любую часть изображения. Доведите до внимания учеников правила использования этих инструментов. После этого ученики садятся за компьютеры, чтобы выполнить задание. Они будут создавать презентацию «Космос». Ученики должны указать в задании 4 название презентации, созданной на тему «Космоса», нажать на кнопку «Отправить ответ» и загрузить ее на склад. В заключении вместе с учениками вспоминаем пройденный материал. Попросите их озвучить разновидности операций, которые можно проводить над изображениями. На этом сегодняшний видеоролик подошел к концу. Благодарим за просмотр! Продолжение следует...